приветствую вас друзья на канале даниила и лариса сегодня мы начинаем долгий путь хамон на самом деле у меня очень давно уже есть мечта приготовить настоящий хамон но хамон как вы знаете нога которая готовится на кости и это очень сложное блюдо хотел приготовить шут или прошуто тоже из ноги но решил начать собственно говоря мне подвернулась друзья шея наших мясников которые режут свинок мы купили вот такую вот чудесную шейку и решили начать с вяленой шеи я предложил ларисе давай сделаем итальянское блюдо копикола или его еще называют копа это вяленая шея вот собственно говоря из этой чудесной шеи мы ее разрезали на две части и будем готовить нашу копиколу несколько слов скажу хочу сказать считаю что очень важно о подготовке мяса мы купили мясо оно было еще теплое поэтому мы взяли целую шею и на двое суток на крючок подвесили в холодильник поставили снизу тарелочку чтобы стек сок и она у нас полностью обветрилась холодильнике и высох я считаю это очень важный момент потому что если вы возьмете свежее мясо она будет пускать сок его не удастся нормально засолить то есть это мясо будет плавать в соке помимо этого мое и мхо причем боевом такое глубоко убежденное и мхо что любое мясо надо надо ему дать возможность выдержаться и обветриться может за исключением каких-то редких случаях каких-то блюд куда действительно надо использовать парное мясо так вот перейдем к приготовлению нашей копиколы или просто вяленой шеи процесс этот длительный займет он у нас я думаю недельки 3-4 а может и больше будем смотреть по тому как она будет вялиться я приготовил смесь нитритной поваренной соли из расчета на килограмм мяса я использовал 25 грамм поваренной соли и 15 грамм нитритной помимо этого я приготовил чеснок сахар из расчета 5 грамм на килограмм мяса из расчета 5 грамм на килограмм мяса я смешал черный перец душистый перец и набор специй для сыровяленных изделий вот в интернет магазина ем колбаски очень удачный набор помимо этого я использую чебрец к сожалению нет у меня свежего чебреца использовал бы свежий но есть только сушеный использую базилик и орегава первую очередь подготовим чесночок живой чесночок попался сюда чесночок сейчас я порежу чтобы не выбрасывать то что остается в горилке сюда же соль сюда же перец сюда же сахар и немножко базилика можно использовать смесь итальянских трав которые продается надо было брать свежий базилик и чебрец вот чебрец как раз это наверное единственная штука которую допускается использовать не свежую потому что в нем такое количество эфирных масел хорошенько все это перемешиваем пахнет вкусненько и друзья наша задача хорошенько хорошенько укутать мясо в этой смеси со всех сторон таким вот образом чтобы нигде не осталось пропусков чтобы она попала эта смесь во всех во всех торцы хорошенько это есть и второй наш кусочек пахнет божественно я вам хочу сказать сразу пахнет божественно диамет мы будем два куска разными способами на самом деле настоящая капикола вялится в натуральной оболочке то есть кишка вот такого диаметра и и натягивают потом на кусочек мяса обвязывают очень плотно и в этой кишке вярят но у нас нету возможности мы так изучили слависа немножко нигде мы такую толстую кишку купить не можем поэтому будем вярить два куска мяса в двух разных оболочках для того чтобы сравнить потом результат первое мы будем использовать 120 миллиметров коллагеновую оболочку для колбас тоже от интернет магазина ем колбаски кстати и второе мы будем использовать пергаментную бумагу хорошенько надо со всех сторон обработать мясо чтобы нигде нигде не осталось пропусков чтобы эта соль закрыла все поры чтобы никакие болезнет болезнетворные бактерии божественно пахнет просто божественно хочу вам сказать я уже предвосхищаю вкус этого мяса когда он будет через месяцок готова вот друзья приготовили мы мясо засолили его и оставляем на 10 дней в холодильнике ну я думаю на самой теплой полочке если это бытовой холодильник то на верхней полочке там где температура хотя бы там 6-7 градусов и через две недели мы его будем готовить уже непосредственно к вяленю увидимся через две недели 11 дней пролежала наша копа или капакала или просто вяленая грудинка на засолке ой шея извиняюсь свиная шея вяленая ой друзья пахнет она божественно она реально пахнет как хорошая салями вот теперь мы ее будем готовить к вяленю действительно невероятно я даже не ожидал такого результата значит что нам надо сделать в первую очередь нам это мясо надо хорошенько обмыть и просушить чтобы оно было совершенно сухое то есть наверное мы его сейчас обмоем и повесим просто на воздухе чтобы оно обветрилось наверное в течение то есть вытрем промокнем салфеткой и повесим где-то на полчаса чтобы оно хорошенько обветрилось я считаю что тут влаги вообще на поверхности не должно остаться естественно влага внутри будет кстати обратите внимание мы салили мясо помните я говорил что мы его обветрили оно практически не пустило сок я считаю что это очень хорошо что оно не плавало не купалось в соке классно пахнет а именно просаливалось то есть просаливалось ну практически в сухой засолке лариса сейчас помоет мясо мы его обветрим и приступим к подготовке мяса к вяле мяско мы обсушили и немножко обветрили и мы планировали делать коллагеновые оболочки но лариса нашла такую огромную кишку как она называется лариса? говяжья синюга говяжья синюга и в принципе капокола я смотрел видео с итальянских предприятий она делается в натуральной кишке но они как-то ее разрезают заворачивают потом зашивают и потом обматывают веревочкой мы попробуем сейчас всунуть нашу шею свиную шею в говяжью кишку не знаю что из этого получится он рвется в ларисе он рвется в ларисе а мы сможем их зашить или не будет? а его не надо зашивать, а он проветриваться должен я даже не знаю с какой стороны к этой штуке подступиться лариса более профессионально подходит к этому вопросу то есть наша задача сейчас создать среду для вяления вот в данном случае у этого куска шеи он будет вялиться в кишке а этот мы завернем в пергамент может его подшить как-то? ну сейчас давай посмотрим там же глубже она все тоньше и тоньше но на самом деле это можно делать и в пищевой пленке я думаю сейчас таким вот образом но мы ее в сетку так засунем тут же еще надо засунуть в сетку можно делать и в пищевой пленке и в пергаменте мы будем использовать сетку специально такую эластичную которую эту штуку будет сжимать специально вот для таких вот блюд скажем так естественно купили мы его на нашем любимом сайте ем колбаски не обрезай подожди потом засунем в сетку лучше потом обрежем вот а вторую мы заворачиваем в пергамент заворачиваем пергамент причем я понимаю что его надо завернуть несколько слоев и очень тщательно я сейчас вот сюда вот сделаю такую может быть она лучше потом уже крутим закрутим давай сюда сделаю такую штуку и на эту сторону сделаю такую штуку чтобы нам его закрутить вот так, да? да 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 ну это же пергамент так и как вот так закрутим так вот так как конфету закручиваем его как конфету и я думаю так будем в сетку помещать но будем пробовать друзья если нету сетки и не хочется заморачивать мы сейчас покажем как мы будем играться с этой сеткой потому что она очень тугая дело в том что это мясо в процессе того как оно будет вялиться оно будет усаживаться то есть из него будет так или иначе уходить жидкость и оно будет уменьшаться в объеме естественно все зависит от условий в которых вы вялите если это будет в обычном холодильнике бытовом в котором нет контроллера влажности то оно очень сильно усохнет может потерять даже 35 процентов но просто будет более сухое мясо мы в нашей камере для вызревания сыров там где мы поддерживаем влажность рассчитываем что усохнет ну допустим сыровяленая колбаса у нас усыхает где-то на 15 процентов что в пределах нормы вот поэтому что нам надо сделать если у нас нету сетки мы берем шпагат и крепко обматываем причем обматываем ну практически нитка к нитке отправляем его вялиться через неделю нам надо этот шпагат снимать и перематывать по новой чтобы опять это мясо уплотнить чтобы у нас потом получилась однородная структура сейчас мы делаем минутную паузу и будем показывать как мы помещаем это дело так как сетка достаточно плотная вот такая вот так она выглядит и она очень тугая я взял отрезок пластиковой трубы и через эту пластиковую трубу вот таким вот образом помещаю нашу шею в сетку чик вот этот хвостик запихиваем туда все белисимо теперь здесь закручиваем здесь закручиваем сюда и надо завязать потому что так ну сюда засунуть просто что-то нереально то есть надо использовать какой-то вот такой вот раструб возьми хорошо закрути так повернись чтобы было видно что мы делаем да, вот так вот ее хорошо хорошо, она тугенько наша со всех сторон стягивается да вот так вот чик завязали и с другой стороны чик завязали естественно в процессе я буду смотреть надо, нужно вот завязывать в процессе буду смотреть как эта сетка будет просаживаться но она настолько тугая, друзья что мне кажется, что будет она нормально стягивать наше мяско и в результате мы получим очень красивый результат, на мой взгляд так пока, да и берем второй вот так где-то, да? меньше, можно меньше, вот так берем второй я все-таки предлагаю обрежу да, давай обрежем мы уже увидели как оно засовывается туда я думаю, что вяленая шея получится у нас просто волшебной я думаю, что получится просто волшебная естественно мы ее будем лялить месяц и через месяц обязательно снимем видео с дегустацией с разрезами в общем, все как положено чик вот так вот ее держитесь вот так вот ее сюда и чик видите, как все просто получается какое приспособление чудесное надо немножко закрыть этим давай я немножко здесь оттяну а ты его этой кишкой закроешь отлично заканчивается да практически практически и точно так же его будем завязывать великолепный результат просто отлично теперь, друзья перед тем, как отправить вялиться это мяско то мяско, которое мы готовили в натуральной кишечке я его немножко понакалываю чтобы оно не задохнулось жалко будет, если оно задохнется то же, которое в пергаменте по идее должно дышать но я так предполагаю а как получится мы с вами узнаем через некоторое время где-то так получилось у меня два вот таких вот прекрасных батончика с виной шеей которую мы будем вялить один в пергаменте второй в натуральной говяжьей какой-то штуке со страшным названием как называется Синюга в говяжьей Синюге теперь, друзья эту шею мы вот таким вот образом подвешиваем в холодильнике желательно если в обычном бытовом холодильнике то на верхней полке там, где температура повыше то есть она должна вялиться при температуре 10-12 градусов и в идеале влажность должна быть 65-75% но как бы не у всех есть такие условия поэтому вы можете повесить просто в холодильнике на верхней полке оставляем ее вялиться ну, все зависит опять же таки от куска шеи который мы взяли вот этот вот кусок я рассчитываю все-таки месяца на два минимум чтобы он вялился у меня то есть ничего с ним не делаем единственное что если вы его стягивали веревкой то через две недели надо размотать веревку и по новой замотать чтобы потому что мясо усаживается если вы делаете в сетке то естественно так его и оставляете мясо отлично просолилось оно очень вкусно пахнет как я уже говорил ну и я надеюсь на потрясающий результат я надеюсь что мы получим настоящую итальянскую копу или капоколу ну в общем короче вяленую шею поэтому друзья сам рецепт на этом мы будем заканчивать надеюсь что это видео было для вас полезным также надеюсь на потрясающий результат и как только в следующем видео вы увидите дегустацию вы сможете повторять наш рецепт собственно говоря мы разрежем ее естественно на камеру покажем все что у нас получилось если будут какие-то ошибки оценим эти ошибки ну собственно говоря я думаю что с этим мясом ошибок у нас не будет ну друзья на этом все я с вами прощаюсь подписывайтесь на наш канал ставьте лайки а мы будем снимать для вас новые видео всего доброго пока